Ну что, друзья, очень многие ожидали, что рынок акций будет расти-расти, а потом обвалится, и вот, кажется, началось, вроде бы, рынок пошел вниз. Так ли это? На самом деле, давайте посмотрим, что произошло. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, я постоянно смотрю за многими аналитиками, те, кто прогнозирует там рынок, и многие говорят, что вот-вот близится обвал рынка, что надо продавать все акции, пересидеть на заборе, а потом, чтобы купить их по очень низкой цене и так далее и тому подобное. Ну вот, сегодня я читал, например, Евгения Когана, он говорит, ну хорошо, говорит, ну вот, вы сядете на заборе, а просто оглядитесь вокруг, и все кругом сидят на заборе и ждут, пока акции упадут, а они не падают. Ну вот, они немножечко упали, там дернулись вверх, и вы думаете, блин, они никогда уже ниже не упадут. Вот, вы начинаете покупать, и точно так же начинают покупать другие, то есть, акции никуда не падают, и, ну, бесполезно это дело, на самом деле. Вот, что же происходит, на мой взгляд, на самом деле. Ну, вот сейчас вы видите индекс РТС, четырехчасовой графики, кажется, он пошел вниз, на самом деле, после долгого-долгого периода, вот, ну, с мая месяца он непрерывно рос и, так сказать, пошел вниз. Как далеко он уйдет? Ну, я думаю, что он уйдет недалеко. Точно так же пошел индекс S&P 500, и точно так же пошла, ну, немножечко, вроде бы, перестает расти нефть и тоже начинает идти вниз. У всего этого есть разные причины, на мой взгляд, и что делаю я в связи с этим. Ну, на самом деле, я в последнее время очень долго ждал встречи на высшем уровне между Путиным и Байденом. Я считал, что здесь могут и могли произойти, на самом деле, серьезные движения рынка, как в сторону роста, так и в сторону падения. Ну, на самом деле, это касалось исключительно, конечно же, российского рынка. И к этому моменту, к моменту встречи, я построил стратегию вот такой вот. Вот, что это значит? Это значит, что в случае резкого роста рынка я получаю прибыль, в случае резкого падения рынка я тоже получаю прибыль. Ну, а в случае, если ничего не изменится, то, ну, в общем-то, я получаю скорее убытки, чем прибыль, потому что, ну, под это распаду у меня будет снижение. Что, в общем-то, и произошло. Ничего не произошло, на самом деле. Вот, смотрите, вот оно, 16 число, вот, и вы видите, что, в общем-то, сказать, ну, дернулся вверх, дернулся вниз и так далее. Что произошло на этой встрече? А ничего не произошло на этой встрече. Ну, что могло произойти? Ну, Путин был, как никогда, бодр, энергичен, и, мне кажется, он достиг своей цели, то есть, с ним поздоровался Трамп, он, значит, там потусил на международной арене, но встреча длилась всего 3,5 часа, то есть, там был заявлен вот такой вот круг вопросов, и они, так сказать, побеседовали 3,5 часа два стареньких дедушки. Честно говоря, вот у меня ощущение такое, что, но Путин, в общем, так сказать, сейчас не в самой лучшей форме, он уже, так сказать, немножечко стареет, вот, а Трамп, я смотрю, ну, блин, так вообще, дедушка такой, там, тормоз и путает слова, там, так сказать, то он забыл, как зовут внука, там, перепутал что-то и так далее. Вот, я смотрел интервью, опять же, и Путина, и Трампа перед этой встречей, ну, Трампа вообще, так сказать, невероятно сложно слушать, не Трампа этого, так сказать, Байдена, потому что что-то мямлит там, путает слова, действительно, ну, как-то все выглядит не очень хорошо. Путин был крайне энергичен, и, ну, я не скажу, что он меня обрадовал своей речью, потому что такой бред нес вообще, так сказать, такую, ну, ну, просто ложь сплошную с таким уверенным видом. Я просто, у меня волосы дыбом вставали, потому что такое нести, что, значит, там, Навальный, там, так сказать, решил подлечиться сначала в Германии, так сказать, слетать, а потом, значит, подлечился, решил вернуться, хотя знал, что, так сказать, что он тут нарушает законы, что коктейли Молотова, там, ну, короче говоря, полный такой бред, который вообще просто... Я слушаю и думаю, блин, о чем это он вообще? Навальный решил подлечиться, чтобы все так хотели подлечиться. Я так понимаю, что они договорились, что Байден говорит, слушайте, делайте, что хотите, пошли вы все нафиг, только войну не разжигайте мировую. И не вмешивайтесь в наши дела, а мы не будем вешиваться в ваши дела. Там проскользнуло, что если Навальный вдруг умрет, вам мало не покажется. Обозначили какие-то красные метки, как они и говорили. Вы сюда не суетесь, сюда не суетесь, а мы не будем соваться в Украину, которая по большому счету Америку тоже не интересует. И экономика Российская Америку тоже не интересует, потому что мы для них вообще никто. И единственная их забота, чтобы мы не развязали здесь войну, собственно говоря. И все, они сказали, что вы сюда не заходите, в Украину дальше не лезьте, можете не уходить из Донбасса и так далее. Это мое личное мнение, извините, украинцы, конечно, но мне кажется, что Америка, в общем, меньше всего обращает внимание и на Россию в экономическом плане, и на Украину тоже. Вот, то есть, главное у Америки сейчас, главный противник в экономическом плане это Китай. И я думаю, что Байден пытался склонить Путина к тому, чтобы Путин, ну, как бы, пообещал, что он не будет стремиться к сближению с Китаем. И Америка, типа, ну, а мы пообещаем, что мы тут вам по плечу похлопаем за это. Но, как бы, по плечу похлопать нас тоже, в общем, сказать, давно уже не устраивает, потому что Путин уже знает, что, в общем, сказать, обещания не выполняются западным миром. Поэтому, поэтому надо делать все самим. Вот, ну, а почему же тогда индексы падают, почему же тогда нефть падает и так далее? А вот почему. Кроме того, что произошло 16 июня, эта встреча на высшем уровне, вот эта в Женеве, произошло еще одно событие. Это выступление Пауэлла, главы ФРС США. И он не повысил ставку, в отличие от Набиулиной, которая повысила ставку недавно на целых 0,5%. Пауэлл пока еще не повышает ставку, но уже, значит, он очень внимательно просто следит за инфляцией в США. Она уже начала немножечко расти. Он внимательно следит за... Вот, посмотрите, что это такое. Сейчас я показываю. А это... Значит, это короткие, ну, грубо говоря, ОФЗ, Treasury Bills, короткие облигации казначейства США. 1-3 года, вы видите, да? И вы видите, что они очень резко падают в цене, то есть доходность по ним очень резко растет. А так как доходность по коротким облигациям США растет, то это значит, что, в общем-то сказать, как бы приближается инфляция. То есть по ним-то фиксированная купонная доходность, соответственно, значит, если они падают в цене, то купон при новой покупке размазывается на цену покупки. Короче говоря, купон, текущая доходность растет. А это значит, что инфляция подрастает потихонечку. Что будет делать ФРС США в связи с этим? Для того, чтобы останавливать инфляцию. Ну, вы знаете, что и у нас инфляция, в общем-то, растет. И Набиульна подняла вот эту ставку Центробанка на 0,5. Это как раз для того, чтобы остановить инфляцию, остановить рост цен. И, соответственно, если рост цен пойдет в США, то США, ну, как бы логично было бы ожидать, что США поднимет ставку. Но, прежде чем поднять ставку, США просто немножечко, немножечко могут еще подкорректировать. У них инструментов масса. Почему стали падать в цене трежери биллс короткие? И почему растет доходность по ним? Ну, потому что, мы знаем, ФРС США печатала деньги, совершенно не обеспеченные, и вливала в экономику. То есть, текущая экономическая доктрина говорит, что любой кризис надо заливать деньгами, что они и делали. Включили печатный станок, вы знаете, на полную мощность, и он работал день и ночь. Ну, что сейчас? Сейчас все деньги выделены, собственно говоря. И Паул сказал, что, в общем сказать, ну, как-то мы немножечко притормозим скорость печатания станка. Даже не остановим, а притормозим еще. Понимаете? Ну, вот и на этом, просто на этом событии, вот где-то здесь, S&P 500 начал потихонечку идти вниз. Что произойдет? Ну, как бы, уже деньги не будут такие драмовые в экономике. Просто не будет заливаться все деньгами сначала. Это на первых парах. Потом, значит, свернется потихонечку, поэтапно программа КУЕ, что, ну, как бы, немножечко прикрутится краник с потоком денежным, который текут в экономику. Типа, надо зарабатывать деньги, ребята. И уже потом, после того, как программа КУЕ будет остановлена, начнут потихонечку повышать ставку. И тогда уже, ну, станет немножечко тяжелее, потому что деньги станут еще дороже. И, ну, многие корпорации начнут разоряться. Вот. Но это произойдет, как вот ожидают те аналитики, мнению которых я доверяю, это произойдет где-то, ну, либо в конце этого года, в начале следующего года, не раньше. Поэтому, в общем-то, пока еще я считаю, что акции продавать рано. И вот эта вот коррекция, она кажется такой страшной, вот все вниз катится, да? Ну, на самом деле, давайте график немножечко изменим. Вот, посмотрите, она уже катилась в мае месяце, она скатилась, потом поднялась, скатилась, поднялась. Здесь ничего экстраординарного не происходит. Посмотрите, вот в начале мая все катилось вниз. Я не помню уже, что там было в начале мая, там, 10 мая. Вот с 10 мая пошло вниз. Ну, перегрелся там какие-то слухи, я не знаю. Вот, не помню уже. Здесь, в общем-то, ну, масштабы, ну, скатится он вот до 4.083. Ну, в общем, ничего страшного, даже если до 4 дойдет. В общем, удивляться особо нечему. Ничего экстраординарного не происходит, тем более в связи со встречей в Женеве. Вообще ничего. Что с нефтью? Нефть непрерывно росла. Почему? Потому что снимаются антиковидные ограничения, но вот оно, резкое падение. Почему, опять же? Ну, вот здесь вот как раз играет роль Байден, который расчищает завалы, которые нагородил Трамп. Трамп просто взял и отменил сделку ядерную с Ираном. Байден намерен ее восстановить, то есть, как бы войти в эту сделку снова, то есть, как бы сказать, что, ребята, успокойтесь, я пришел, мы все соблюдаем. Соответственно, с Ирана снимаются санкции, и Иран наводнит рынок нефтью, и нефть должна упасть. Ну, вот по оценкам она должна упасть на какое-то значение. Ну, и вот в ожидании этого просто нефть начинает падать. Ну, она росла до 75, но говорят, что до 77 она должна была вырасти больше. Вряд ли. Ну, вот в связи с Ираном она немножечко охолонит, и будет как-то в боковичке идти. С акциями тоже самое происходит. Давайте посмотрим, вот я говорил, недавно я рассказывал о том, что я получил дивиденды от своей собственной компании, значит, там 500 с лишним тысяч рублей. И я купил, что я купил? Я купил одну акцию вот этой компании, Транснефть. Я ее купил, сейчас я вам покажу. Так, сейчас, если она не ушла. Вот она, вот она, эта акция Транснефти. Вот, я ее купил за 141 700 рублей. Одна акция 141 700 рублей стоила мне. Давайте посмотрим, где я ее купил. Я ее купил где-то вот здесь. Вот, видите, да? 141 700 рублей. Сейчас она стоит 172 650 рублей, чему я несказанно рад, потому что, ну, как вы понимаете, финансовый результат за все время 30 950 рублей плюс 21%. И это, и это, друзья мои, вот если, когда я ее купил примерно, 19 мая примерно я ее купил, а может быть чуть позже, я не помню уже, можете посмотреть на это видео. Может быть я купил ее 25 мая, скорее всего 25 мая я ее купил. Вот, или даже вот здесь, там где-то 28 мая, я не помню точно, но 30% за это время. Так что инвестируйте, главное выбрать нужные акции, те, которые вырастут. Ну, почему я ее купил? Потому что, потому что акция хорошая. Вот, во-первых, а во-вторых, она, видите, сказать, как бы, ну, на низах была. И еще один момент, почему я ее купил, потому что, сейчас я вам покажу. Ну, во-первых, прогнозы аналитиков от открытия брокера я посмотрел. Я давно присматривался к этой акции, но она очень дорогая, и я ее был не в состоянии купить, я уже говорил. А сейчас, в общем, сказать, активно продавать никто не рекомендует. 22% рекомендует продавать, 11% рекомендует держать, 33% рекомендует покупать, 33% активно покупать. То есть, больше 70% держать, либо активно покупать, значит, там, вот, разные аналитики. Ну, я и решил ее купить, потому что давно к ней присматривался. Во-первых, во-вторых, дивиденды по этой акции будут выплачены, судя по всему, 14.08.2021 года. И, судя по всему, дивидендов на одну акцию будет выплачено 9224 рубля 30 копеек. И, ну, как бы, я так понимаю, что уже было заседание Совета директоров, и это рекомендуемая сумма выплаты дивидендов. То есть, в соответствии с дивидендной политикой компании «Транснефть». Что такое компания «Транснефть»? Это компания, которая занимается транспортировкой нефти. И, ну, это, грубо говоря, транспортная компания у меня. Так как ограничения по нефти снимаются, нефти будет качаться больше, вся эта нефть идет в трубу. И неважно, какая стоимость нефти, важно, сколько ее будет прокачано. Ну, а так как ОПЕК будет потихонечку снимать ограничения, то количество нефти, которое будет прокачиваться через трубу, будет увеличиваться. И, соответственно, доходы компании должны увеличиваться, потому что они за единицу объема берут фиксированную плату. Вот и все. Это почти государственная компания. «Транснефть». Вот. Но одна акция очень дорогая, поэтому я их, в общем-то, купил, она мало кому доступна. Вот. Второе мое приобретение. Сейчас покажу. Вторым моим крупным приобретением за 250 тысяч я приобрел структурный продукт, ноту Автокол. Вот она на корзину из четырех акций. «Газпром», «ГМК», «Норникель», «Лукоил» и «Яндекс». Вот сейчас я вам покажу, в каком она состоянии. Я ее приобрел в аккурат первого числа. Ну, как раз вот, когда и «Транснефть», в общем-то. Вот они, четыре акции. Вот эта вот линия – это барьер отзыва. То есть, если все четыре компании будут выше этого барьера вот к этому моменту, то нота закроется, и мне выплатят доход из расчета 23% годовых, и, собственно говоря, вернут все 250 тысяч. Если хотя бы одна акция будет ниже вот этой линии, но не ниже вот этой линии, то мне выплатят только купон, и продолжится наблюдение до следующего периода. Каждое наблюдение будет первого числа. То есть вот каждого первого числа будет наблюдение. Ну, собственно говоря, вот так вот. 23% годовых. То есть, если все акции там упадут, даже какая-то акция упадет ниже, я, так сказать, ну, купон какой-то, мне месяц могу не получить, ничего страшного, потому что как только они превысят вот эту линию, выплачиваются все невыплаченные купоны, и, соответственно, если как только пересечется, все невыплаченные купоны, и плюс нота гасится. Вот такая структурная нота. Но она доступна, к сожалению, только к квалифицированным инвесторам, которым я являюсь, поэтому, ну вот, для квалифицированных я об этом и рассказываю. И еще хочу сказать, что какие же акции покупать? Акции надо покупать те, которые, скорее всего, вырастут, как это сделал я с акциями, как вы видели, транснефти. И как, по каким критериям выбирать эти акции, я рассказывал в цикле видео, там целый плейлист, портфель 100 тысяч рублей, вы можете видеть вот там ссылочку, она абсолютно доступна, этот плейлист, можете смотреть сколько хотите. Ну, а если вы хотите конкретно этот мой портфель скачать, то, пожалуйста, там есть возможность скачать его, но это уже будет за отдельную небольшую плату, там, тысячи рублей. Ну, я его непрерывно пополняю, он вырос с тех пор, как я его приобрел, это было 14 апреля, но вырос незначительно, я его формировал как консервативный портфель, который не должен сильно расти и не должен сильно упасть, но он, соответственно, немножечко вырос, он не сильно вырос, но и не упал совсем, потому что там больше 50% это консервативные инвестиции, которые вообще не должны упасть, и в том числе, значит, стопроцентная защита капитала у меня там есть, то есть инвестиция в стопроцентную защиту капитала, более того, все инструменты, которые я там подбирал, они доступны неквалифицированным инвесторам, и портфель 100 тысяч рублей, он не зря называется 100 тысяч рублей, потому что там вложено было 130 тысяч рублей, то есть он годится для инвесторов от, скажем, 80 тысяч рублей, вся эта методика подходит до 500 тысяч рублей, совершенно смело можно пользоваться вот той методикой, которую я рассказываю вот в этом плейлисте, очень важно не следовать этому плейлисту слепо, а строить свои инвестиции, потому что если вы будете следовать именно за мной вот в этих инвестициях, но может наступить такой момент, когда вас станет слишком много, и это уже станет влиять на рынок, но пока до этого ой как далеко, поэтому, в общем-то, можно и следовать просто, прямо вот просто покупать те акции, которые я покупаю, а можно выбирать свои, я советую выбирать свои, пользуясь методикой, и не следовать слепо за мной. Ну, вот такие мои соображения по поводу текущего состояния рынка, я надеюсь, что я заслужил лайк, поставьте его, пожалуйста, оставайтесь на моем канале, я буду рассказывать еще много о чем, в том числе и про опционы, и про фьючерсы, а на сегодня все. Спасибо за внимание, с вами был Демятков Юрий, До встречи!